Человек и белка, которая не оставляет его ни на секунду. Такую картину можно часто наблюдать на улицах польского городка Щецин. Я гулял с собакой, вдруг что-то почувствовал под ногой, оно зашевелилось. Подумал, ну не могут же орехи и каштаны шевелиться. Я поднял это, и оно оказалось белкой, тоненькой, как шнурок. Сначала тогда уж подумал, что бельчонок не выживет, слишком уж маленьким он был. Я прижал его, он согрелся и начал двигаться. Тогда я подумал, что всё будет хорошо. Человек принёс белку домой. В интернете прочитал, что её можно кормить козьим молоком. Он взял пипетку в лапки и начал пить. Высосал три пипетки подряд. Я назвал его Питеком. Он был такой же крохотный, как та пипетка. Тадеуш отвёл для бельчонка отдельную комнату, охотничью. Теперь там всё покусано, даже двери. В его комнате деревянный пол, а под ней моя спальня. Он просыпается в шесть утра и начинает скакать. Необычный питомец радует и соседей. Каждый хочет, чтобы белка на него взобралась, особенно дети. Люди на улицах угрюмые. Но когда видят белку, то расплываются в улыбке до ушей. Хоть какая-то радость для них. Мужчина говорит, что совсем не настаивает, чтобы белка оставалась жить у него. Но у белки свои соображения. Он может прыгнуть на дерево и убежать. Я хотел бы этого, но он сам не хочет. Руку кормящую Лили может и слегка куснуть. Но для Богдана она всё равно ласковый и нежный зверь. Необычного питомца Богдан искал по всей России. У охотников, зоопарках и питомниках. Лили он выкупил на пушной ферме. И этим, фактически, спас лисёнку жизнь. Поначалу питомец прятался и от своего хозяина. И только через пару недель начал доверять. Подружиться с лисом занятие сложное. Это очень осторожное животное. Главное громко не говорить, не делать резких движений и предложить какую-нибудь вкусняшку. В еде Лили неприхотлива. С удовольствием ест кашу, мясо и курицу. Любит и фрукты. За яблоки, рассказывает хозяин. Готова душу продать. Ну а самые лакомые кусочки лиса прячет про запас. Тайники устраивает по всему дому. И чаще всего в хозяйском диване. В чем занимаетесь? Вот так и играем. Царь зверей в квартире главный заводила хищник. Хоть и не в африканских прериях, но чувствует себя хозяином. Лёва. Так Виктория назвала нового сожителя. Двухмесячным девушка привезла его в Красноярск из Москвы. Сейчас зверю около четырёх. Он свободно передвигается по квартире и очень любит играть. Будущий король лев – настоящий футболист. Я думала, будет посложнее. Единственное, что грызёт мебель и иногда бежит и не смотрит, куда бежит. Может врезаться в телевизор, в стойку барную. На первый взгляд кажется, что держать в квартире хищное животное очень опасно. Но пока львёнок ещё маленький, он не страшнее кошки. И вообще на самом деле он боится новых людей гораздо больше, чем они его. Непривычных вещей Лёва пока тоже страница. Зато шорохи и звуки его внимание привлекают. Хищник пока не умеет охотиться, но за чужими движениями наблюдает. Хозяйка говорит, это всего лишь игра. Набегается, устанет, попьёт воды и снова за игру. От домашней кошки у него было гораздо больше и царапин, и покусов, чем от него. Он иногда забывает, забывает, может прикусить, но и то это в процессе игры, это никак с агрессией не связано. Вот он хвост свой обнаружил. Сейчас хозяйка сравнивает львёнка с котом. Он приучен к лотку, любит свежее молоко и мясо. За день съедает полтора килограмма еды. Озорной не прочь погрызть мебель и поцарапать новый диван. Виктория понимает, что долго держать льва в квартире нельзя. Он растёт не по дням, а по минутам. С учётом того, что африканским гостям уже заинтересованы многие красноярцы, Вика с друзьями решили провести несколько фотосессий. Желающих много, независимо от того, что новость появилась буквально совсем недавно. Телефон уже разрывается. В принципе, людям очень нравится и даже не пугаются. Уже через месяц лёва отправится жить в другой город, к сородичам. Его купил один из частных сибирских зоопарков. Поэтому наслаждаться домашним комфортом ему осталось совсем недолго. Рысь, которая гуляет сама по себе, живёт на севере Москвы. На шестом этаже на балконе. Грациозно балансируя на самом краю бортика, дикий зверь явно скучает по воле. Волейбольная сетка, которая отделяет его от мира, кажется весьма по зубам хищнику. И непонятно, что удерживает рысь внутри. Соседям немного не по себе, глядя на прекрасно сложенную и ухоженную рысь. Расстояние между балконами и высота шестого этажа уже не кажутся спасительными. Особенно, когда она начинает рычать, дыхание учащается, изо рта идёт пар. Рысь, самая северная из всех видов кошачьих, встречается даже за полярным кругом. Вопреки распространённому мнению, никогда не нападает сверху. Это прибавляет оптимизма прохожим внизу. Рысь подкарауливает жертву в засаде и в большом прыжке до 4 метров, острыми как бритва когтями и зубами, старается сразу вцепиться в шею. Но это в дикой природе. Этот котик, на первый взгляд, совсем домашнее животное. Хозяин гостеприимно приглашает полюбоваться питомцем. Откуда вы знаете, что на у меня жили? Видели с балкона? Ну, заходите, познакомьтесь. Знакомство оказывается даже более близким, чем нам бы хотелось. Рысенька. Кисенька, как её зовут? Осколочек. А так и зовут, рыська. Размером с собаку трёхлетний, рыська по-хозяйски обнюхивает гостей. Владелец рассказывает, что это животное куплено в зверосовхозе, со всеми документами и приливками. Питается, как и в дикой природе, птицей, в данном случае курицей. В день съедает полтора килограмма. Прекрасно ладит с семимесячным ребёнком и охотится только на бабочек. Он с ним гуляет-то как? Ну, он выйдет сейчас, ляжет под куст и будет наблюдать. Час примерно. На даче вольеру, на даче увожу в вольере бегом. Если бы я его не купил, ну, дорастили месяцев до восьми, убили бы и шкуру сделали из него. В природе рысь живёт 15-20 лет, охотится в основном по ночам. Этим и вызвано недовольство соседей. За всю историю наблюдений неизвестно ни одного подтверждённого случая нападения рыси на человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова